Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге для развития промышленности страны в Самаре прошла межрегиональная практическая конференция «Отечественный софт. Путь к технологическому лидерству». Ее цель – помочь наладить отношения между IT-разработчиками и промышленными предприятиями для внедрения в производство отечественного программного обеспечения и плавного перехода с иностранных аналогов. В конференции приняли участие не только IT-компании и промпредприятия, но и федеральные региональные власти. Подробнее в нашем сюжете. Свой проект «Умные дороги» Самарская компания представляет на выставке, предваряющей конференцию «Отечественный софт. Путь к технологическому лидерству». Сейчас проект тестируют. Вдоль дорог в Самарской области проложен специальный кабель-датчик, который считывает всю информацию о дорожном движении. Сигнализирует водителям, если есть опасные ситуации. В случае успешных тестов проект реализуют по всей стране. Ярдикудное поступление данных, данных о пешеходах, данные о открытых колодцах, данные о работе спецтехники. Все будет поступать напрямую водителю, либо на монитор автомобиля, либо в мобильном приложении. Умный водитель, которым также разрабатываем специальное программное обеспечение. С этими и другими проектами в сфере IT на выставке познакомились и почетные гости конференции. Глава Минцифры России Максут Шадаев, заместитель министра промышленности России Василий Шпак, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская. Затем гости приняли участие в пленарном заседании, обсуждая ситуацию с импортозамещением программного обеспечения в промышленности и изменение приоритетов цифровизации промышленного сектора в существующих условиях, а также меры поддержки промпредприятий. Да, есть такой ниша, где нам предстоит еще той наработок, где нам надо развиваться. Но опять же, без заказчика это невозможно. Поэтому очень классный формат. Я думаю, что мы такой формат дальше будем продолжать. Я думаю, что регулярно раз в год здесь будем собираться. Самарская область выбрана местом проведения не случайно. Регион традиционно входит в число лидеров по объему промышленности среди субъектов Российской Федерации. Экономика области насчитывает около 400 крупных и 4000 средних предприятий различного профиля. Правительство региона подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». По программным продуктам, конечно же, по софту запрос очень-очень большой. Как от крупных предприятий, так и от предприятий среднего малого бизнеса. Конечно, благодаря мерам поддержки государственным, скидке, которые сегодня есть по приобретению программным продуктам «Отечественный софт». Вам огромное спасибо. Продвижение здесь заметно. Но для высокотехнологичных промышленных крупных предприятий эта конференция, на мой взгляд, представляет первоочередной интерес. Цель конференции – содействие промышленным предприятиям Приволжского федерального округа в вопросах внедрения импорта независимого программного обеспечения и помощи в переходе с иностранных систем на отечественные решения. Основная задача – это повышение эффективности, повышение производительности труда. И, конечно, мы должны это делать на основе наших продуктов. У нас есть достаточно развитая индустрия, у нас большое количество компаний, хорошая исторически-научно-математическая школа, что позволяет нам уверенно развивать разработку и внедрение программного обеспечения с целью повышения эффективности работы наших промышленных предприятий. После пленарного заседания участники конференции, среди которых специалисты по информационной безопасности и разработчики программно-аппаратных решений, в режиме закрытых практических сессий обсудили бесшовный переход на отечественный софт вместо иностранного. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Самарская область вошла в топ-15 национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Результаты озвучили на заседании комиссии по научно-технологическому развитию и Государственного совета по науке. 63-й регион занимает 14-ю строчку в рейтинге по России. Научно-технологическому развитию региона способствует создание научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Деятельность центра сосредоточена на развитии пяти направлений – двигательная и топливная системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Благодаря рейтингу предприниматели могут оценить развитие региона и понять, куда инвестировать. Областной центр в конце недели вновь проходит испытания погодой. Восточный и юго-восточный ветер с порывами от 7 до 12 метров в секунду принес в Самару сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. За сутки в городе выпало более 20 миллиметров осадков. Это отличалось от прогнозных данных, предоставленных заранее до 5-9 миллиметров за ночь. О борьбе с непогодой – репортаж наших корреспондентов. В ночь, с четверга на пятницу, метель атаковала Самару. Прогноз погоды превзошел все ожидания. За сутки выпало более 20 миллиметров осадков. Однокобильный снегопад службы благоустройства встретили во всеоружии. В ночную смену на уборку улично-дорожной сети Самары вышло 116 единиц техники. Основной фронт работ – обработка реагентом во избежание гололедицы и наката. Дворы начали приводить в порядок с 6 утра. В первую очередь очистили подъезды и тротуары. Затем принялись за внутриквартальные проезды и парковки. Так, на Владимирской 7 работало два трактора и 15 дворников. К сожалению, у нас много припаркованных машин. Мы не можем сразу все убрать. Безусловно, вот видите, здесь все заставлено. Поэтому с этим есть определенные проблемы. Работа проводится. Сегодня просто расчищали выход из подъездов. Это в первую очередь, чтобы жители, когда пошли с утра на работу, в 7 утра, чтобы было уже почищено, чтобы могли не поскользнуться. Снег и лед мы постарались все убрать. Работы по уборке снега продолжались весь день. В Ленинском районе вышло 12 единиц техники, 176 дворников. К обеду было очищено почти 40% территории. В приоритете – уличная дорожная сеть. Снегуборочные работы также коснулись территории школ, больниц и других социальных объектов. Глава района проконтролировала ход уборочных работ. Многие управляющие компании справились с этой задачей. Это первоочередная задача. Снег тяжелый, мокрый. Работа трудоемкая, но мы с ней справимся. И постараемся очистить все территории, чтобы была обеспечена безопасность людей и проход ко всем объектам. До конца дня работа продолжается и будет максимально все отработано. Совместными усилиями внутригородским районам и профильному департаменту удалось задействовать 221 единицу техники и свыше 3500 дворников и уборщиков территорий. В предстоящую ночную смену службы благоустройства города не планируют сбавлять темп. По словам специалистов профильного ведомства, основной фронт работ определяет погодные условия. Подрядным организациям поставлена задача по открытию дождеприемных решеток для того, чтобы талая и дождевая вода своевременно уходили с проезжей части, а также по откачке воды с низин. На ночь планируем также выход техники порядка 120-130 единиц на уборку территории и 50 КАМАЗов с крупногабаритными кузовами для организации работ по вылазке снежных масс и 12 погрузчиков. Ну и также планируем дополнительно привлечь порядка 100 человек. По поручению главы города Елены Лапушкиной приоритетными направлениями при планировании работ на уличнодорожные сети и внутриквартальных территориях являются ключевые городские магистрали, подходы и подъезды к детским садам, школам, больницам и другим объектам социальной сферы. Уже сегодня вечером мэр вместе с руководителем Департамента городского хозяйства и экологии и главами районов оценит работу всех городских служб и подведомственных муниципальных бюджетных учреждений. Как и в прошлые годы, особое внимание уделяют обращениям горожан. Сергей Кизоркин, Александр Гусева, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. Известные новые подробности возведения станции метро «Театральная». Сейчас специалисты занимаются разработкой стартового котлована. Во время этого этапа важно учесть, какое влияние бурения произведет на находящееся рядом здание. Строители заранее готовятся к любой ситуации и начали укреплять фундамент близлежащих строений. В первую очередь это касается объектов культурного наследия, таких как корпус технического университета. Наша съемочная группа побывала на стройплощадке и увидела, на каком этапе строительство сейчас. Михаил Ермоленко продолжит тему. Разработка стартового котлована – один из важнейших этапов строительства новой станции метро. Специалисты отмечают, чтобы соблюсти все сроки, закончить этот процесс необходимо к середине декабря. После этого строители смогут смонтировать тоннель-проходческий комплекс и начать ввести ветку метрополитена в сторону Алабинской. Стартовые части у котлована сейчас занимаются в районе улицы Галактионовской. Общая глубина котлована – 21 метр, опустились сейчас на 14 метров уже. Сейчас приступаем к монтажу третьего пояса расстрельной системы. Эти пояса необходимы для того, чтобы удержать ограждающие конструкции котлована в неподвижном состоянии для дальнейших производств и работ. Тоннель, ведущий к станции Театральная, будет пролегать на переменной глубине – 21 метр в районе Галактионовской с повышением до 16 метров на улице Красноармейской. И, наконец, на Полевой глубина котлована достигнет 18 метров. Самая низкая точка расположится на приближении к зданию областного арбитражного суда и Самарской площади. Метро уйдет на глубину около 30 метров. Затем снова пойдет на повышение – к улице Полевой. Такая вариативность позволяет снизить влияние метростроя на жилые дома и другие здания, сузить зону, чтобы для окрестных строений акустические и вибрационные нагрузки во время работы метрополитена были минимальны. Строители особое внимание уделяют этому вопросу. Дома более поздних годов постройки не пострадают, а вот здания, которые возвели в ранние годы, могут осесть. К таким, например, относится корпус технического университета, признанный объектом культурного наследия. Фундамент строения – бутовый. Под ним рабочие заранее возведут дополнительные грунтоцементные сваи для укрепления, чтобы избежать аварийных ситуаций. Забуривается под край корпуса скважина, через который поддается под давлением раствор, который обеспечивает грунтоцементную сваи. Образование сплошного массива. Дополнительные фундаменты под ним – 15 метров глубиной. Это стенка, сплошная стена 15 метров глубиной. На всю глубину стартового котлована. После подготовки стартового котлована и выполнения сопутствующих задач, строители развернут в тоннеле проходческий комплекс, который пойдет в сторону Алабинской. Его максимальная скорость достигает 500 метров в месяц, но специалисты решили пока держать ориентир на 175 метрах. Все, чтобы не нанести урон историческим постройкам и домам в зоне строительства метро. Активно сейчас работают и в границах улиц Полевой, Самарской, Новосадовой. Там заканчивают переносы и подключения инженерных коммуникаций. Параллельно также начали сооружать стартовый котлован. Все необходимые усилия мобилизованы для сохранения ритмичного строительства новой станции театральная. Детально производство основных и сопутствующих работ обсуждается и в мэрии на совещаниях, которые проводит первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Какими темпами специалисты бы не трузились, в любом случае для горожан стараются минимизировать неудобства. Первый вице-мэр делает акцент на том, что они временные, а строительство метрополитена – веха в развитии городской инфраструктуры. В будущем новая станция обеспечит транспортную доступность исторического центра. После ввода театральной время в пути по ветке составит 20-25 минут. Также появятся технические возможности сократить интервал движения поездов до 7-8 минут. В Самарской области может появиться продукция под брендом «Креативная индустрия-63». В областной парламент обратились члены Ассоциации самарских предпринимателей. Семь лет назад она была создана с целью объединения предпринимателей региона, которые занимаются традиционным ремесленничеством. Члены Ассоциации попросили парламентариев посодействовать в поиске площадок для реализации продукции, что предложили депутаты Губернской думы для развития малого бизнеса в репортаже наших корреспондентов. В качестве кружева, сувениры из глины и дерева, куклы из ткани и соломы – идея собрать самых лучших мастеров, которые занимаются традиционным ремесленничеством, пришла в голову Алифтине Марсажановой 7 лет назад. Тогда же, в 2015 году, в Самарской области появилась Ассоциация самарских предпринимателей. Народные промыслы, народные традиции, ремесло – это всегда должно стоять в основе этой традиции, это основа нашего самоопределения. То, что креативным индустриям требуется поддержка, стало ясно уже на этапе изготовления сувенирной продукции. Члены Ассоциации попросили парламентариев посодействовать в поиске площадок для реализации своих товаров, так как не у всех мастеров есть возможность оплатить аренду. Но для начала, по предложению депутатов Губернской думы, продукцию необходимо забрендировать. Чтобы у ремесленников в Самарской области действительно было какое-то свое лицо, свое название, своя какая-то надпись, своя продукция, свой логотип. И действительно, это тогда приведет к большей реализации их продукции и, соответственно, узнаваемости. В качестве возможных названий для сувенирной продукции были предложены креативная индустрия 63 и ремесленники Самарской области. Выбирать бренд, логотип и название предстоит членам Ассоциации предпринимателей. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Улучшение экономического климата города и стабилизация ситуации на рынке труда. В городской администрации прошло заключительное в этом году заседание Совета по развитию предпринимательства в Самаре. Участники обсудили сложившуюся ситуацию в экономике города под влиянием пандемии и санкций, а также поделились статистикой динамикой роста зарплаты у специалистов разных сфер. Вся подробности узнала наша съемочная группа. В четвертом квартале 2022 года экономика Самары остается устойчивой. К такому выводу пришли участники заключительного в этом году заседания Совета по развитию предпринимательства при администрации города. Преодолевая все трудности, Самара в экономическом плане вышла на траекторию роста. За улучшающимся в этой сфере климатом следует уверенное увеличение зарплаты специалистов разных сфер. Во время обсуждения особенно отметили промышленный сектор. За 9 месяцев уходящего года средняя зарплата на предприятиях выросла более чем на 11%. Предприятиям города даже в таких непростых условиях удается соблюдать положительную динамику роста заработной платы. По крупным и средним предприятиям размер среднемесячной заработной платы у нас по 9 месяцам составил 57 тысяч рублей, еще точнее 57-121. Как отметили присутствующие, положительная динамика в сфере предпринимательства сохраняется и в отдельных районах города. Немалых успехов к концу года добился Совет по развитию предпринимательства Кировского района. Например, благодаря активному взаимодействию между администрацией и Департаментом экономического развития, инвестицией и торговли, из тени удалось вывести более 400 предпринимателей. В рамках национального проекта с действующего периода 2022 года легализовано в сфере малого и среднего предпринимательства 431 индивидуальный предприниматель. Статус социального предприятия подтвердил один субъект. Несмотря на непростые два пандемийных года, а теперь еще и давление санкций, по многим социально-экономическим показателям Сомара остается лидером среди других городов-миллионников. На обсуждении отметили, что первые позиции сохраняются, например, в количестве самозанятых. Их число постоянно увеличивается. Причем растет и количество индивидуальных предпринимателей. Положительные тенденции участники заседания отметили и в сфере строительства. Так, к концу года выполнены все показатели по вводу жилья и благоустройству. Виктория Шарая, Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автоваз рассматривает создание модели «Лада» с новой системой полного привода. Но такие автомобили могут появиться не ранее, чем через 3-4 года. По словам Максима Соколова, это один из основополагающих элементов технологического суверенитета, о котором так много говорят. С учетом того, насколько востребованы сегодня полноприводные модели, Автоваз должен это сделать. Но на запуск требуется 3-4 года и немалые инвестиции. По оценке директора завода, в пределах 30 миллиардов рублей. Сейчас системой полного привода оснащаются модели семейства Нива. При этом, по оценкам экспертов, используемая технология устарела. Спортивную роту ЦСКА в Самаре пополнили 39 новобранцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. Все молодые люди отправились со сборного пункта военного комиссариата Самарской области в Сызрани. Они прошли медкомиссию, профотбор, получили вещи, банковские и персональные электронные карты и набор предметов гигиены. Ряды роты пополнили. Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, серебряный призер первенства мира Иван Гергет из Кемеровской области. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, победитель первенства Европы Зульфат Гараев из Набережных Челнов. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, победитель первенства Европы и России Павел Белкин из Самары. Помимо них, в ряды спорт-роты попали 19 мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера и 2 перворазрядника. Лариса Долина бесплатно проведет мастер-класс после концерта в Самаре. Народная артистка РФ выступит в рамках обучающего интенсива для вокалистов и музыкантов. С 18 по 20 ноября пройдет обучающий интенсив от педагогов музыкальной академии Ларисы Долиной на базе с ГИК. Он завершится гала-концертом, в котором примет участие сама народная артистка РФ. Интенсив будет состоять из трех блоков. Два посвятят работе с вокалистами и инструменталистами Самарской группы академии, а третий предназначен для музыкальных педагогов из регионов Российской Федерации. Бесплатный образовательный интенсив пройдет в дирижабле по адресу Куйбышева, 104. Защитник Александр Шикун покинул Ладу. А этап гран-при в Самаре «Волжский пируэт» начнется с минуты молчания в память о президенте Федерации фигурного катания на коньках в России Александре Горшкове. Об этих и других событиях в нашей рубрике «Новости спорта». Хоккейный клуб «Лада» договорился о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с защитником Александром Шикуном. Шикун пришел в Ладу год назад из автомобилиста в результате обмена. В сезоне 2021-2022 выступал за фарм-клуб автомобилистов «ВХЛ» Горняк УГМК. В 20 матчах регулярного чемпионата он набрал три – один плюс два очка – и заработал показатель полезности плюс три. Футболисты «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и Сергей Пеняев дебютировали за сборную России в товарищеском матче против Таджикистана. Оба игрока вышли в стартовом составе. Солдатенков провел на поле весь матч, Пеняев был заменен на 84-й минуте игры, а сам поединок завершился со счетом 0-0. Следующий матч национальная команда проведет 20 ноября против сборной Узбекистана. Сергей Пеняев – самый молодой дебютант в истории сборной России по футболу. Начал выступать за главную команду страны в возрасте 18 лет 15 дней. Этап гран-при в Самаре «Волжский пируэт» начнется с минуты молчания в память о президенте Федерации фигурного катания на коньках в России Александре Горшкове. 17 ноября 2022 года стало известно о его смерти. Как рассказал генеральный директор Федерации Александр Коган, фигурист до последнего дня работал и собирался вылетать в Самару, чтобы присутствовать на соревнованиях. Александр Горшков являлся президентом Федерации с 2010 года. Известный советский фигурист вместе с экс-супругой Людмилой Пахомовой впервые в истории стал олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду. С Самарой у пары связано много интересного. Когда они катались вместе второй год, приехали в Куйбышев на выступление. Тогда дворец спорта только открылся. Для подготовки номера спортсменам не хватало практики на льду, и они вносили коррективы в Кумпарситу прямо в гостиничном номере «Волги». Именно Кумпарсита принесла спортсменам мировую славу после того, как программа была исполнена на Олимпиаде в Инсбруке-76. Еще в феврале 2022 года президент областной федерации фигурного катания Вера Богуш отмечала, что Александр Горшков мечтал увидеть обновленный дворец спорта. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В этом году в парке «Молодежный» появилась новая детская площадка, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести Зворянской». Она подойдет как для детей младшего возраста, так и для ребят постарше. Теперь здесь есть новое и современное оборудование – батуты, скалодром, качели, тоннельные горки, веревочный комплекс и другие игровые объекты. Администрация Советского района сообщает, что в Международный день студентов у них прошли соревнования по стритболу в рамках районной спорта-киады среди студентов, обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального образования. Участников соревнований принимал у себя Самарский машиностроительный колледж. В общекомандном зачете определить победителя оказалось непросто. Все команды-участники набрали равное количество баллов. Итоги подвели по общей сумме забитых мячей. Первое место заняли студенты машиностроительного колледжа. Второе – учащиеся торгово-экономического колледжа. Третье досталось учащимся колледже сервиса производственного оборудования имени Золотухина. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки рассказывают, что о соседях, которые жестоко относятся к своему ребенку, можно сообщить и анонимно. Житель Самары Ирина рассказала департаменту, что по соседству живет неблагополучная семья. Они не раз проявляли агрессию как по отношению к своему ребенку, так и в отношении соседей, которые хотят защитить ребенка, но опасаются мести. По словам Департамента опеки, попечительства и соцзащита сохранить анонимность можно, о ненадлежащем поведении родителей можно сообщить в полицию и в органы опеки по месту жительства семьи. При подаче такого обращения по закону проверка информации все равно проводится, однако ответ заявителю не предоставляется. Адреса и номера телефонов районных отделов опеки Самары можно найти на странице администрации города. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы и сегодня выясняем, как проведут новогодние праздники наши подписчики. 96% опрошенных заявили, что планируют быть дома и общаться с друзьями. 2% отправятся в Москву и еще 2% хотят съездить на море. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего самого доброго, хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok